Здравствуйте, товарищи! Большое спасибо тем товарищам, которые обратились в Фонд Рабочей Академии, доказали литературу в основном. Потом товарищ Кучук, который взялся за это дело, за дело отправки литературы заказчикам, отправил книги «Социальная диалектика» и «Главное в ленинизме». Мы эти книги еще в каком-то не очень большом объеме будем направлять по заказам, но скоро запас этих книг будет исчерпан, и у нас приготовлены другие книги для заказа, и по просьбе Владимира Александровича Кучука я их представляю. Одна книга уже вам известна, в газетах о ней писалась. Это книга целого коллектива авторов под редакцией доктора экономических наук, профессора, вице-президента Фонда Рабочей Академии, и консультанта Российского комитета рабочих товарища Золотова, которая называется «Сокращение рабочего дня как основание современного экономического развития». Я тоже один из авторов этой книги, и хочу вам сказать, что в ней участвует еще много молодых кандидатов наук из Нижнего Новгорода, которые провели громадную работу, изучили ситуацию с ростом производительности труда и сокращением тем самым затрат, которая произошла в мире, и сделали однозначный вывод, что мир давно уже созрел к сокращению рабочего дня до шести и более часов. Могу добавить к этому, что вот по анализу, по результатам анализа, которые проделал доктор экономических наук Мазур, «Сейчас рабочие за один час вырабатывают свою зарплату, то есть количество продуктов эквивалентной заработной плате, а остальные семь часов работают на изготовление прибавочной стоимости для капиталистов. Поэтому капиталисты очень быстро развиваются, у них колоссальные доходы, колоссальный рост богатства, а у рабочих идет сокращение реального содержания заработной платы, и у граждан сокращение доходов. Поскольку поставлена задача перейти к шестичасовому рабочему дню, и товарищам рабочим предстоит устраивать забастовки, один из пунктов забастовки будет сокращение рабочего дня, ну а что касается самой формы организации забастовки, забастовка должна быть бессрочной, а форма проведения ее сокращения рабочего дня на два часа. Для этого не нужно спрашивать никого, если процедура оформления забастовки пройдена, то забастовочный комитет вправе сам установить форму и количество часов, которые будут работать работники в бессрочном порядке. То есть можно перейти к шестичасовому рабочему дню, без того, чтобы это был какой-то закон или указ, такова юридическая практика и таковы законы российские, трудовой кодекс, который позволяет это сделать. И это надо сделать. Хочу сказать, что и переход к восьмичасовому рабочему дню был не сверху осуществлен, а явочным порядком товарищи рабочие в 17-м году после февральской революции, перешли к восьмичасовому рабочему дню, и это позволило им подготовить социалистическую революцию. Вторая книга, которую я хочу представить – «Будущее за обществом труда». Здесь такие авторы, как доктор экономических и доктор философских наук Василий Яковлевич Ельмеев, можно сказать, это наш общий учитель, доктор экономических наук Виктор Георгиевич Долбов, доктор экономических наук Игорь Константинович Смирнов. Здесь все материалы посвящены тому, что вместо нынешнего буржуазного общества и на его место грядет общество труда. Общество труда базируется не на стоимости, а на потребительной стоимости. Вместо формальной логики и системного подхода будет диалектика, и вот этому посвящена соавторность и моя, статья или мой раздел в этой книге. И в этой книге говорится о теории потребительной стоимости, которая пришла на место отжившей теории стоимости. Теория стоимости годится для буржуазного общества и не годится для общества труда, для социализма и коммунизма. Коммунизма, я имею в виду, в его высшей фазе, а социализм тоже коммунизм, но в низшей фазе. Третья книга, о которой идет речь, это моя книга «Экономическая и политическая борьба». Вот я затеял такой материал, можно сказать, облегченный, задача которого состоит в кратком виде изложить, в чем задачи на сегодня состоят классовой борьбы рабочего класса. Здесь рассматривается вопрос, вот в этой книге, об экономической борьбе и о политической борьбе. Но вначале рассматриваются все формы классовой борьбы, и идеологическая, в том числе, теоретическая, как часть идеологической борьбы. Затем, в чем состоит борьба экономическая, как ее правильно понимать, в чем состоит борьба политическая. И это все, я так могу сказать, что изложено в понятной и ясной, доступной форме, именно для того, чтобы мы уже двигались не только вглубь, но и вширь. Поэтому эта книга необходима для расширения нашего рабочего движения. Значит, как заказывать? И по какой цене? Об этом будет надпись под роликом, который мы сейчас записали. Желаю вам успеха в изучении марксизма-ленизма и освоении материалов Фонда Рабочей Академии. Привет всем товарищам, которые сейчас, в это наше сложное время, находят силы, время и возможности для изучения теории. Потому что, как говорил товарищ Сталин, без теории нам смерть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!